День в день, час в час, минута в минуту, радио, Болтком. Утро на Болткоме. Еще раз всем здравствуйте, доброе утро, Олег Пек, Александр Шунин, Утро на Болткоме. И поговорим мы о форуме документального кино стран Балтийского моря, причем это юбилейный 25-й форум, и сегодня в нашей студии, вот как раз напротив нас сидят руководитель проекта, Занна Балчус. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. И координатор программ Павел Терентьев. Доброе утро. Доброе утро. Может быть, начнем с того, что объединяет страны Балтийского моря именно в документальном кино, почему именно форум посвящен именно этому региону, и затем перейдем уже к тем картинам, которые будут представлены на этом форуме. Ну, это началось уже довольно давно, как вы уже сказали, это 25-й год форума, и первый раз он происходил в 97-м году в Дании на острове Борнгольм, потому что там уже до этого начался фестиваль, который посвящен странам Балтии, Польше, но как бы тоже странами, которые находятся у Балтийского моря. И в том времени как-то казалось, что надо помочь, надо улучшить ситуацию, как документалисты находят свой путь в документальной киноиндустрии в Европе и тоже в других местах мира. И там началась такая презентация, где авторы, режиссеры и продуценты там встречались с работником телевидения, который покупает и продуцирует документальные фильмы. И так с того момента, с этого 97-го года, этот фокус как бы сохранился. Он сейчас немножко может быть как бы пошире, если мы говорим о странах, которые участвуют в форуме. Мы тоже сейчас там участвуют скандинавские страны и страны бывшего СССР. Но все равно это осталась специфика и такая наша вещь, которая отличает Балтийского форума от других похожих мероприятий в Европе. То, что мы здесь показываем, как проекты, фильм, который будет продуцированный или который рассказывает о этом регионе. Ну и вот мы видим, что с 7 по 12 сентября пройдет форум, и он пройдет очень интересно как в кинотеатрах онлайн, можно будет в Касунте посмотреть, так и посмотреть на портале filmas.lv. Вот чем условлено вот эти, то, что на две возможности? Да, конечно, берем во внимание наш прошлый год, наш опыт с прошлого года, чтобы у нас происходили в том году все сеансы онлайн, потому что не было возможности провести все на месте, и, к сожалению, не пришлось отказать нам даже кинотеатру Касунт. Но в этом году мы решили в честь 25-летия форума «Наверстадь упущена», и сделали две программы. Одна посвящена именно большим из фестивалей документальным фильмам, которые актуальны в этом году, которые стоит посмотреть даже аудитории в Латвии, которые собраны совершенно из разных фестивалей, где были они представлены. А вторая часть программы у нас онлайн на Film.slv, и там уже собраны, отобраны 9 фильмов, которые когда-то были проектами Балтийского форума. То есть мы уже можем видеть результат. Причем там первый фильм начинается с 1998 года, когда он был защищен в то время. И насколько я знаю, что бесплатно будут просмотры, да? Да, онлайн будут все бесплатно, но в кинотеатре Касунт будет входной билет 3 евро, и для студентов, пенсионеров вход будет бесплатный. Но перед этим нужно будет забрать билет свободный. И еще одно важное обстоятельство, что это, конечно, с сертификатом. Да, да, да. Все должны будут предоставить сертификат при входе и удостоверение личности, чтобы мы смогли пропустить их в кинозал. Ну и может быть вот уже о фильмах, которые можно будет посмотреть на экранах, потому что я смотрю, здесь очень много интересных таких проектов. И, кстати, один из них посвящен Белоруссии. Ну, можно с него начать, да, с фильма «Открытие». Корич, или же, как по-русски его называют, смелость или отвага. Изначально идея фильма была совершенно другая. Режиссер собирался снимать историю актеров свободного белорусского театра, про их жизнь. Но наступил 2020 год, наступили большие перемены в Белоруссии, и все кардинально поменялось. И мы видим их события, и параллельно проходят все исторические события, связанные политически с Белоруссией. И, к сожалению, сейчас режиссеры, сами актеры, они вынуждены были переехать из Белоруссии, по каким-то странам, и они живут в разных местах. И так это завязался в фильме. И после сеанса у нас будет тоже онлайн разговор с режиссером. Это будет на открытии 7 сентября. Он будет по Зуму, да? Да. Это Алексей Полуян. Алексей Полуян. И он участвовал в прошлом году как проект на форуме, и был очень хорошо воспрещен. Он получил тоже один из наших призов. И мы очень рады, что он так скоро уже закончил фильм. И премьера состоялась в Берлинале в этом году. И сейчас тоже он очень на многих фестивалях сейчас показан. И мы тоже очень думаем, что это очень символично, что он открытый фильм, который мы открываем нашу программу. Я смотрю, что 8 сентября тоже такое достаточно серьезное, даже чуть-чуть скандальное такая тема о опасностях, которые подстерегают детей в интернете, в сети. Да, 8 числа будет фильм «Hot in the night» или «Пойманный в сети». Тут затрагивается тема совращения малолетних в интернете, тема черного интернета, который, к сожалению, может достигнуть каждого и детей. В первую очередь касается это даже девочек подросткового возраста, которые могут найти все, что угодно в интернете. И здесь проведен небольшой эксперимент. Съемочная группа создала такой небольшой павильон, где они инсценировали комнаты детские, и актрисы играли 12-летних девочек. И они в интернете общались по скайпу с мужчинами, оказалось их огромное количество, которые просто провоцировали их на какие-то действия, которые не должны происходить. И после этого будет, конечно, дискуссия на эту тему. Мы вовлекли даже психотерапевтов и психологов, которые потом говорят, обсудят фильм и эту тему. То есть это не просто показ фильма, это, в принципе, такое мероприятие, где есть возможность еще и обсудить эти все проблемы. Я вижу, что очень тоже связано и с искусством, и с музыкой, и вот несколько картин. Может быть, тоже о них несколько слов. Да, одна из них, картина есть «Художник и вор». Она своего рода такая, начало вроде как комичное, потому что у художницы, у нее выставка, и у нее в одну ночь пропала картина. То есть этот вор, ее каким-то образом по камерам, по которым мы следили, как это все происходило. И началось расследование, нашли этого вора, и оказалось так, что они каким-то образом между собой нашли общий язык, и она предложила ему его написать картину, его портрет. Он был, конечно, очень поражен, доволен, и так у них закрутилось. И опять-таки это, возможно, более такой психологический какой-то анализ между двумя героями. Они начинают общаться друг с другом, и один начинает искать свою цель жизни, немножко обдумав всю жизнь в целом, и второй вор начинает осмысливать свои действия, что он делал, и нужно ли вообще задействовать наркомания, алкоголизм, и все это смягчается, и начинается такая дружба между ними. Это документальный фильм, то есть это не придуманная история, не актеры. Да, очень трудно поверить, что это документальный фильм. Да, да, и тоже, когда смотрят этот фильм, тоже это чувство все время не оставает, что кажется, ну, разве вообще это возможно, что это все документально, но это потому, что тоже режиссер, у него был очень близкий контакт с обеими героями, и они ему тоже, как бы, ну, звонили и звали его, чтобы он приходил, и поэтому они тоже и смогли снять эти очень важные сцены, которые, ну, те, которые, как бы, драматургически очень важны, и не были возможны, если у них не был такой, такой контакт с режиссером, такой близкий. Конечно, возникает сразу вопрос, посадили ли того вора в итоге, но пускай, пожалуй, останется интрига, чем вся эта история закончится. А еще музыкальный фильм, да, «Семь лет с Лукасом Грэмм». Да, «Семь лет с Лукасом Грэмм», тоже очень такой интересный биографический, музыкальный, документальный фильм о датском исполнителе Лукасе Грэме, который тоже в очень раннем возрасте, довольно, в подростковом возрасте стал очень популярным. Казалось бы, что в нашем мире правят американские продюсеры, американская музыкальная индустрия, но из Дании человек поднялся, и он был на всех хит-парадах, на высоких чартах со своей музыкой. Но здесь немножко история о другом. Здесь история о том, как он потерял своего отца, и о такой жизни, как все закрутилось, самое начало, почему он стал петь вообще, и смысл этих песен, о чем она была. И в итоге две параллели – карьера и личная жизнь. Как между собой это он сможет все совмещать, и куда больше его перетягивают. Вот в этом весь смысл этого фильма. И еще здесь будет фильм очень интересный. Я смотрю просто Джейн Беркин, которая в истории рассказана ее дочерью Шарлоттой Гинсборг. То есть очень, я понимаю, такой личный, персональный такой фильм. Да, фильм очень персональный. Он был представлен на Каннском фестивале в этом году в специальной программе. И нам тоже удалось его в этом году взять на наш форум, чем мы очень горды и надеемся, что все пройдет хорошо. Фильм, да, очень интересный. Его – это дебют дочери, вообще в кино, как режиссер. И интересно то, что она хотела снять этот фильм еще в 2013 году, потому что у них не заладились особо отношения с матерью, особенно после потери старшей дочери. И в 2017 году, после каких-то подсъемок 2013 года, они начали понимать, что все-таки у них получится контакт. И они стали таким образом сближаться друг с другом. То есть общаясь за кадром, они за кадром, их камера снимает. И получается такой очень персональный рассказ о любви, об отношениях, о просто обыденной, каждодневной жизни. Я просто напомню нашим слушателям, что Шарлотта Гинсбург, ну, наверное, там ее самая знаменитая роль в «Нимфоманке» Ларса фон Трира, а что касается… Да, и там много фильмов. А Джейн Биркин, она, во-первых, ну, муза Сержа Гинсбура, и вот знаменитая песня «Жетем» исполнялась ими вдвоем, а еще ее можно было видеть в комедиях с Пьером Ришаром, он начинает сердиться или горчица бьет в нос. И был фильм «Замечательный, не упуская из виду», вот где она играла. А еще дорогие сумки такие. И, конечно, дорогие, да. Я думаю, что по сумкам сейчас ее, конечно, знают. И вот это все такое удивительное, все переплетается в одном тоже фильме, который… Да, фильм очень красивый, очень такой поэтичный, и такая женственность Джейн на протяжении всего фильма сопутствует. И когда вот его показывали в Каннах, я просто помню, ну, вот статьи все обсуждали, они приехали вдвоем, и вот насколько все восхищались, что Джейн Биркин, там писали, что затмила буквально дочь, насколько она была, ну, вот настолько неотразима, элегантна, красива, что невозможно было понять, кто мама, кто дочь, то есть насколько она красиво, хорошо выглядела. Вот действительно очень здорово, что такая картина, можно будет ее увидеть на большом экране. А еще… Остался еще один фильм. Да, еще один фильм. «Теминг Загардин», грузинский фильм, тоже очень интересный. Там вышло так, что бывший премьер-министр Грузии, у него есть свое хобби. Он хотел построить у себя дома такой дендропарк, там, где были бы самые экзотические растения, деревья, которые он собирал по всей Грузии, вообще по всему миру, но ему нравятся очень большие деревья. То есть мы видим такой процесс, как доставляются на огромных каких-то баржах, выкапываются со всеми корнями эти редкие из Красной книги деревья и через Черное море переплавляются к нему в место, где он живет. То есть это очень, конечно, такие кадры… Ну, например, я никогда такого не видел, что такое может быть вообще… Как это реально вообще такую огромную вещь перевести можно. Поэтому тоже такой довольно поэтичный фильм. — Опять же возникают вопросы, если какие-то растения, занесенные в Красную книгу, и снимается весь процесс, как его выкапывают, грузят на пароход и доставляют куда-то в порт, например, Поти или Батуми, и дальше в Тбилиси, а куда, например, власти смотрели, почему не реагировали, что вообще происходит. И сам главный герой, это бывший премьер-министр, зная, что его груз сопровождают странные люди с кинокамерами. Кто же так спокойно реагировал? Как это все было реально? — Это была его идея съемок фильма? — Нет, нет, эта идея его не была. — Это такое хоум-видео на память. — Он однозначно был в курсе этого фильма, и даже у режиссера была идея взять интервью и добавить потом это в кино, но все-таки они решили оставить такой немножко за кадром втайне, то есть человека, о котором все знают, но которого не упоминают в фильме. — Да, это вот программа из шести, я понимаю, картин, которые можно посмотреть на большом экране в кинотеатре «Кассонс». Там будет по одному сеансу или какие-то повторы еще? — Две сеансы. — Да, два сеанса. — Каждый два сеанса, да. — Ну и программка, я вижу, что сама программа сеансов, она есть, доступна, и наверняка ее можно в интернете найти, там зайти на сайт «Кассонс» или там в «Фейсбуке». — И на «Кассонс», и на «Безриндес.лв», и на нашем официальном социальном социальном, социальной сети «Белтекс.е.докс» все это можно найти. — Буквально так же это можно будет найти на портале «Микснюс.лв», потому что содержание нашей беседы потом превратится в удобный текст со ссылками. — Насколько документальное кино востребовано? Я понимаю, что сама идея форума, она действительно помогает, их собирая все картины вместе, помогает им дойти до зрителя, потому что в короткое время можно посмотреть, любители документального кино могут посмотреть фильмы, они не потеряются в общей массе кино. Но вот насколько наш зритель интересуется, смотрит его? — Ну, я думаю, что у нас, так что эта программа, мы делаем программу уже с того времени, когда форум происходит в Латвии, это с 2006 года, и у нас есть такой очень, ну, зрители, которые каждый год возвышаются, которым очень-очень интересна эта программа. И в прошлом году, когда все происходило в интернете, это было очень, ну, приятно видеть статистику после мероприятия, что было даже, ну, конечно, потому что это было доступно во всей Латвии, не только в Риге, что очень многие, ну, на много раз больше, чем обычно у нас, сколько у нас есть зрителей, в прошлом году было, ну, даже, да, ну, несколько раз больше. Я надеюсь, что в этом году тоже, ну, конечно, я думаю, что вот в этот год, может быть, немножко такой трудноватый, потому что кинотеатр только недавно опять открылись, и люди, может быть, не так много еще ходят в кино, смотрят на большом экране, но хорошо, что есть эти, обе программы, что те, которые хотят, может прийти на кинотеатр, те, которые не хотят, не хотят этого делать, одни, может просто дома смотреть фильмы. — Filmus.lv, там тоже будут сеансы, которые будут начинаться в определенное время. — Да, они начинаются в конкретное время, то есть полностью аналог кинотеатра начинается в точное время, заканчивается в точное время, и там, наверное, только где-то будет минут 15, если ты опаздываешь, то можно будет еще попасть на этот фильм посмотреть. — Так что тоже, ну, предупреждаем наших слушателей, чтобы они имели в виду, что если они что-то заинтересуют, а тут тоже интересная программа, то есть, напомним, что это лучшие фильмы за все 25 лет, то есть там собраны, которые, специальная программа, которую можно будет посмотреть абсолютно бесплатно на портале filmus.lv. — На протяжении всей недели, да. Хочу отметить, что всю неделю доступны фильмы будут только на территории Латвии, но 12 сентября три фильма будут доступны по всему миру, могут смотреть любой из любой точки люди. — Ну, то есть, если кто-то даже может порекомендовать друзьям, не знаю, из России, Европы. — И устроить такой совместный просмотр. — Да. — Главное не опаздывать к экранам. Что ж, огромное спасибо. Мы благодарим руководителя проекта Зана Балчус и координатора Павла Терентьева. Мы говорили о форме документального кино стран Балтийского моря. — 7 по 12 сентября. Добро пожаловать. Спасибо вам большое. — Всех просмотру. Спасибо вам. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — Утро на Балтийском море.